Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ по благоустройству улицы Трехсвятской. Работы там идут по программе формирования комфортной городской среды. Подробнее расскажем далее. Это только начало. Самый первый этап работ по благоустройству главной пешеходной улицы города. В течение нескольких месяцев на участке от Новоторжской до бульвара Радищева появится новая брусчатка и гранитная плитка. Здесь сделают ливневки, полностью переустроят уличное освещение, установят видеокамеры, новые лавочки и даже арт-объекты. В работе также и бульвар Радищева. Здесь только уже по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» начали делать тротуары. В общем, благодаря комплексному подходу к осени пешеходный центр Твери поменяет свое лицо. По программе формирования комфортной городской среды мы пополняем работу на улице Трехсвятской. Это у нас первый этап работы с этой улицей. Идет пересечение с безопасными и качественными автомобильными дорогами по бульвару Радищева. Здесь вопросы с пересечением еще с программой туристического кода, в которой тоже город в этом году участвует. Поэтому задачи достаточно сложные, но вот мы находим по ним решение. Под часами на пересечении бульвара Радищева и Трехсвятской уже лежит гранитная плитка. Подрядчик завершает подготовку основания под кабельные линии и начинает их укладку. Работы входят в активную стадию. В ежедневном режиме сотрудниками администрации проходят инспекции. Выходим на месте, решаем возникшие вопросы. В случае каких-то трудностей оперативно их решаем. Просим жителей города и гостей нас понять, немножечко потерпеть. Мы делаем город лучше и надеемся, что вам всем понравится. Важно помнить, что в этом году на Трехсвятской реализуется только первый этап до бульвара Радищева. Но уже известно, что дальше, в 24-м, ее продолжат благоустраивать. Улица стала основным объектом, который победил в рейтинговом голосовании этой весной. За ее дальнейшее благоустройство отдали голоса большинство горожан. И работы здесь будут продолжаться в рамках программы формирования комфортной городской среды. Редактор субтитров А.Семкин